Я думаю, интернет. Почему? Потому что интернет, по крайней мере, в нашей стране, он не подается такому контролю, такой аксессури, как телевидение. И телевидение, это масс-медиа, которое контролируется государством. Мы не можем говорить о том, что они не объективны в чем-то, но, по крайней мере, процент достоверности намного ниже, чем в этом. Сейчас очень сложно доверять кому-то одному источнику, поэтому каждый взвешивает информацию, полученную, с разных источников. Но больше интернету, потому что там больше вариантов. Я, например, не доверяю никому, потому что зачастую и сайты, и пресса, и телевидение, они взаимосвязаны, у них они собственники, значит, они часто проводят одну и ту же политику. Поэтому определить точно, кто более объективен, очень сложно. В условиях нашей страны, когда чаще всего пропаганда больше работает, чем доступная и объективная информация, то ждать правдивой информации очень сложно. Поэтому приходится с разных источников читать между строк, читать по-разному, анализировать и уже делать свои выводы. Всем доверяю, и теле, и прессе, и интернету, и не доверяю, в принципе, каждой по-своему. Я доверяю больше интернету, потому что он располагает большим количеством различных источников. Больше интернета. Информация разнообразная, пожалуйста, анализируйте все, что хотите. Каналы все имеют своих хозяев, поэтому все каналы будут говорить только то, что выгодно их хозяину. Это все зависит от того, чей это ресурс. Если я знаю, чей он, я читаю, смотрю или там, и делаю какие-то выводы. У меня нет абсолютного доверия ни к одному ресурсу априори. Ну, скорее всего, интернет. Почему? Потому что там объективные мнения, и можно выбрать именно большинство. А пресса и телевидение – это заказные вещи, тем более они у нас принадлежат в основном богатым людям, которые внушают свою политику. Поэтому, конечно, интернет. Скорее всего, это интернет, потому что более аргументированы все эти факты, которые преподаются. Так как сейчас идет пропаганда такая. Все здесь ситуация. Я прессе и телевизору вообще не верю особо. То, что я вижу своими глазами, это я могу полагать за абсолютное и достоверное, а то, что там – ни капельки. Новости вы же смотрите, читаете? Очень мало, и в основном то, что тут друзья рассказывают. Я доверяю больше телевизору. Почему? Потому что я на нем работаю и делаю программы. Я не доверяю ничему. Ну, вот приведем такую простую жизненную ситуацию. Я и славянец. Был момент в соседний город, Краматорск. Там есть аэродром, полоса, взлетно-посадочная. По-моему, даже одна. Ну и пара самолетиков. Показывают по новостям. Бомбят. Аэропорт. Международного значения в Краматорске. Звоню подруге. Она живет в доме возле этого аэродрома. Алло, что там происходит? Какие-то придурки бегают, в воздух стреляют. Пожалуй, интернетом. Почему? Ну, мне кажется, там больше достоверной информации, так как большее количество людей туда выставляет свои какие-то мысли или предпочтения, и я могу выбирать внутрь, на который я буду. Интернету, скорее всего, потому что там, ну, во-первых, много иностранных сайтов, и можно проверять информацию, больше ресурсов, откуда можно ее взять. Напевно, в цей час технологии больше доверяю все-таки интернету, так как, если отфильтрувать всю эту информацию, мы имеем вольный доступ до какой-то правды, до какой-то, возможно, истины, если найти, посмотреть, посмотреть, анализировать.